Дай Бог, чтобы у нас была такая обстановка во всех районах нашей страны. Меня удивил и приятно порадовал министр. Мы постоянно же обследуем больше, чем в других районах, Чечерске, Ветке, Прагин, Хойники, Наровля. И уже вот спустя много лет мы начинаем показатели сравнивать, что было, что есть. Мы видим, что динамика хорошая. Но самое главное, у нас получается, что здесь у нас люди здоровее, чем в других районах. Вот поэтому я и говорю, дай Бог, чтобы у нас в других районах было так, как здесь. И я вам очень благодарен, что вы меня тогда послушали, совсем молодого зеленого, когда я сказал, нет, мы свою землю никому не отдадим. Мы будем жить здесь, мы будем делать все, чтобы наши люди здесь могли жить, работать, трудиться. Самый главный вывод, никогда, нигде не надо сдаваться. Надо бороться, бороться до последнего, и тогда придет победа. Это главный вывод, который я делаю из того опыта, который я получил здесь. Ну а для меня это вся моя жизнь, когда у меня спрашивают, а что больше всего запомнилось и что сделано за эти годы. Я, конечно, первое, что я ставлю в заслугу нашему народу и себе, извините, в том числе, это то, что мы впервые построили свое независимое, суверенное государство, которое живет, и если люди трудолюбивые, так и неплохо живут. По-разному живут, я понимаю, но и неплохо живут. Я только что приехал с малышевого товарного комплекса, спрашиваю, а какая зарплата у доярки здесь? Здесь, вот у них среднее по хозяйству, ну это одно из лучших хозяйств у вас, конечно, под 1800 рублей, значит, можно зарабатывать. Поэтому, когда я говорю, что сделано за последние годы, вот первое, это мы построили свое государство, его надо беречь, его надо ценить, чего бы ни стоило, не вляпаться в какую-то грязь, ни в коем случае, чтобы не было войны, как мы всегда говорили, потому что вы видите здесь совсем рядом, какая беда. Вот это главное. А вторая вещь, которую я всегда подчеркиваю, это то, что мы, ну не буду говорить, победили Чернобыль, но мы по мордасам ему надавали сильно. То есть мы справились с решением этой задачи. Ну и все остальное вы видите и знаете, что сделано, но главное, я еще раз говорю, чтобы мы жили на своей земле. Главное, чтобы мы жили на своей земле. Старших людей послушайте, пусть они вам расскажут, как было, что есть, но главное, что будет, это уже зависит от нашей молодежи. И мы сделаем все для того, чтобы наша молодежь была настоящим, наследником того, что создавало старшее поколение. Вам огромная благодарность, что вы в свое время остались здесь жить, что мы с вами немало здесь сделали, и я уже убежден, что почти все вы понимаете, что мы тогда поступили правильно. Спасибо вам огромное. Если у вас есть вопросы ко мне, пожалуйста. Александр Григорьевич, дорогой, мы очень рады вас видеть. Меня зовут Потапенко Екатерина, и у меня есть вопрос. В средствах массовой информации, да и в СМИ, мы часто видим и слышим, что в связи с санкциями будут оптимизированы бюджетные расходы. Мы, как жители Чечерского района, очень переживаем. Будут ли отменены чернобыльские льготы? Вы правы, мы оптимизируем бюджетные расходы. И практически постоянно, каждый год. Это не связано с той ситуацией, которая у нас складывается. Это мы привыкли, вот по телевизору видим санкции, санкции, санкции. Не было бы счастья, я говорю, да несчастье помогло. И это возможности. Все, что мы производим, сегодня востребовано на нашем основном рынке в России, в Китае и в других странах. Ну, например, возьмите на злобу у вас, половина у вас в Гомельской области – это леса. Ну, так давайте научимся продавать наше богатство и больше перерабатывать. И мы займем своих людей, и они будут получать хорошую заработную плату. Или сейчас вот машиностроение. Наши тракторы, автомобили, комбайны, гомсельмашевские и прочее. Россияне, вот вчера у губернатора с Воронежа, они в очереди стоят, дайте нам эту технику. Они платят хорошие деньги. Я говорю, давайте нам рубли. Но газ мы у вас тоже будем покупать не за доллары, а за рубли. И нефть. Они согласились. Что нам еще надо? Рынок открыт. Надо просто шевелиться и не плакаться. Санкции, санкции. Ну да, санкции. Надо где-то пошевеливаться. Слушайте, так нас 30 лет бомбят. 36, начиная с Чернобыля. Нам что, легче было когда-то? Нет. Но мы находили пути. Нам закрывали дорогу одну, мы уходили на другую. Так будет всегда. Не будет санкций, будет конкуренция. Ну а сейчас они руки потирают. Вот тут Россия вторглась в Украину. Сейчас Россию поставим на колени, а следом и Беларусь. Да не получится. Не получится поставить Беларусь и Россию на колени с таким уровнем интеллекта уже, уровнем образования, технологическим уровнем и с такими ресурсами. Поэтому надо просто забыть о том, что у нас санкции. Шевелиться просто надо. По нефтепродуктам удовлетворили спрос. И по нормальным ценам более-менее топливо, дизель, бензин продаем. Не так же, как у них. Открыли границу для них. Перед католической Пасхой, ну и Радоница, вот через несколько дней. Ну пусть люди приедут с Польши, Литвы, Латвии, к своим родным на могилке, как-то всегда было. Вы же сами здесь кто-то отселился, откуда-то переехал. Но едете на эту могилку. Разрешил без виз. Так они и людей своих не выпускают в Беларусь. Почему? Потому что едут люди к нам, покупают соль. У них нет соли. Великий Запад, богатый Запад соли нет. И чтобы люди не говорили о том, что белорусы нормально живут, они их просто не выпускают. Вот и вся демократия. Но слава Богу, что у нас диктатура. Вы все меня критиковали. Диктатура, диктатура. Так зато порядок есть при этой диктатуре. И не было бы диктатуры, вот так ходили бы голодьбой. Поэтому мы оптимизируемся. Мы смотрим, чтобы деньги тратили куда надо. Мы сегодня с губернатором говорили только об одном. Не сокращении финансирования какого-то, а говорили о том, чтобы наоборот Гомельской области помочь. Чтобы здесь развивалось производство. Но если вы думаете, что мы вам в год будем размазывать чернобыльские миллиарды и по 17 или 10 рублей платить, я говорю, да соберите вы кучу эти деньги и поставьте лучше станцию обезжелезивания, чтобы люди пили чистую воду. Они дольше проживут. Поэтому никакие льготы мы не собираемся сокращать тут. Я вообще противник всяких льгот и называть вас чернобыльцами. Лучше я в два раза губернатору денег больше дам в Гомельскую область, чем мы вас обзывать будем чернобыльцами. Вот моя мечта, чтобы вы на 10-15 лет жили больше, чем в среднем по стране. Если в стране 75, допустим, средний, то вы должны жить здесь 90-95. Вот это для меня будет в радость. Это будет лучшее подтверждение, что мы победили этот Чернобыль. Поэтому не переживайте, будут у нас деньги, никто их не разворует. Ну а тот, кто влезет в чужой карман, вы знаете, как с ними будем поступать. Спасибо. Пожалуйста, есть ли у вас еще вопрос? Здравствуйте, уважаемый Александр Григорьевич. Меня зовут Владимир. У меня скорее к вам не вопрос, а приглашение. В год исторической памяти наше государство и вы лично много делаете, чтобы увековечить это событие. Событие, связанное с историей Великой Отечественной войны. Средства республиканского субботника, заработанные нашими людьми, направленные на реконструкцию мемориального комплекса Хатынь. Средства, заработанные на Гомельском субботнике, направлены на создание мемориального комплекса «Партизанская кореничка», что под Гомелем. В 1941 году под Гомелем, в лесах Гомельщины, был создан партизанский отряд большевиков. Бойцы действительно сражались, не жалея себя, с немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками на всей территории Гомельской области. В Чечерске в 1941 году зимой они создали свою партизанскую базу. Именно партизаны отряда Гомельщины делали все, чтобы партизанское движение охватило всю Гомельскую область. Уважаемый Александр Григорьевич, от имени жителей Гомельской области приглашаем вас на открытие мемориального комплекса «Партизанская кореничка» под Гомелем летом 2022 года. Спасибо, назовете конкретную дату, только заранее, чтобы я мог спланировать. Я постараюсь. Уважаемый Александр Григорьевич, разрешите от тех жителей Чечерской земли поблагодарить вас за то внимание, огромное внимание, которое вы уделяете регионам, которые пострадали от аварий на Чернобыльской атомной электростанции. Позвольте от чистого сердца в память о районе вручить вам икону нашего мастера Георгия Победоносец, как символ мужества и победы. Иконописцы у вас свои? Изготовлены нашим мастером. Это отдельная технология гальванопластика. Как вы сказали, Александр Григорьевич, мы под вашим руководством надавали, не буду говорить почем, Чернобылю, надаем и санкциям, да, и другим проблемам. Поэтому огромное вам спасибо. Спасибо большое вам. И здоровья будет все. Вам главное. Вот если у вас будет здоровье, я буду здоров. Главное, чтобы у вас было, чтобы и у нас будет. И мирное небо. Спасибо. 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 Не болейте. Не болейте. Спасибо, ребята. Все кучоски, все красивые, модные такие. Спасибо. 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 Спасибо.